МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Башкортостане отмечено снижение спроса на кредитные карты. Во втором квартале текущего года банки выдали на 4,8% меньше карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 22 156. По данным Национального бюро кредитных историй, аналогичное снижение отмечено у ближайших от нашего региона соседей. В Татарстане на 3,5%, в Оренбургской области на 12%. Существенное падение выдачи кредитных карт в Свердловской области на 26%. И все это на фоне общероссийского показателя, который, напротив, вырос на 11,3%. Существенное влияние на общую статистику оказали такие республики, как Дагестан, Ингушетия и Забайкальский край, где выдача кредитных карт увеличилась от 23% до 2 раз. Эксперты связывают это с тем, что в этих регионах большая доля населения работает в госсекторе, которое стабильно производит транзакции с бюджета. Поэтому граждане прибегают к услугам банков в решении текущих финансовых вопросов. Что касается Башкортостана и его ближайших соседей, здесь население больше сберегает, чем тратит. В Башкирии сейчас общая сальда, то есть это те деньги, которые привлечены на депозит и выданные кредиты, оно у нас положительное. Несмотря на то, что по всей России оно отрицательно, то есть люди берут кредитов больше, нежели сберегают деньги. Поэтому в крестной ситуации многие уже не стремятся делать какие-то необдуманные покупки. Они более взвешенно подходят к своим тратам и, конечно, начинают отказываться от каких-то дополнительных кредитных инструментов. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Башкортостане за первые полугодия в денежном эквиваленте приблизился к сумме в 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на полтора процента больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Минсельхоз республики. В хозяйство всех категорий произведено 910 тысяч тонн молока, 140 тысяч тонн мяса, более 52 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Инвестиции в основной капитал за первый квартал составили около 2 миллиардов рублей, что в два раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день в регионе продолжается реализация 19 приоритетных инвестпроектов с объемом финансирования в 80 миллиардов рублей. К 1 июля, согласно отчетному министерству, создано более 278 новых рабочих мест, вложено около 23 миллиардов рублей. Семьи погибших при взрыве и последующем пожаре на заводе Уфаннефтехим получат возмещение в сумме более 8 миллионов рублей. Каждое об этом рассказал президент Башнефти Александр Корсик телеканалу БСТ. Глава компании отметил, что страховые выплаты будут в размере 4 миллионов рублей на семью. Это касается и пострадавших. Помимо этого, Башнефть заплатит сумму, которая, цитата, больше, чем страховые выплаты. Конец цитаты. Напомню, в минувшую субботу из-за ЧП на Уфаннефтехиме погибли 6 человек. Двое находятся в больнице. Что касается экономических потерь, Башнефть из-за аварии теряет около 2000 тонн топлива ежедневно. Однако, отметил Корсик, это незначительные цифры в общем объеме, и это никак не повлияет на выполнение обязательств перед поставщиками. Также случившееся никак не повлияет на процесс приватизации компании, отметил глава Башнефти. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник, и доллар, и евро вновь подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 88 копеек, 64,62. Европейская подорожала на 94 копейки и оценивается в 71 рубль 25 копеек. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в банке Траст за 64,32, продажа в банке Финнам за 64,58. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Россельхозбанке за 70 рублей 85 копеек, по продаже в банке Финнам за 71,12. Более 5000 участников ожидается на Уфимском международном марафоне. Ставший уже традиционным, маршрут пройдет по центральным улицам города Уфы. Сейчас активно проходит регистрация участников. В этом году дистанции 4, 3, 10, 21 и 42 километра. Для бегунов организаторы обещают все необходимое. Футболки, питье на этапах забега, электронную фиксацию результатов и настоящий праздник спорта с ценными призами. Высокий уровень проведения события достигли за счет активного участия в нем бизнеса и поддержки начинания со стороны городских властей. Участие в организации уже принимают 10 компаний. Главный партнер – группа компаний «Гранель». Международный марафон пройдет в Уфе 11 сентября. Стоимость участия от 500 до 1450 рублей. Второй международный Уфимский марафон будет, безусловно, масштабнее предыдущего. Уверен, что если нас будут поддерживать спортсмены и просто любители такого формата спортивных мероприятий, то, можно сказать, с уверенностью, что через несколько лет это будут крупные масштабные мероприятия на межрегионального уровня. Поэтому приглашаю всех принять участие. Эти и другие новости ищите на сайте rbctv.ru. Я с вами прощаюсь на сегодня. Далее в федеральный эфир РБК. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова